Доброго времени суток, друзья! С вами Дед Западло. Ночью 21 сентября вышло обновление, которое называется Истребители Демонов. В этом обновлении добавили много интересного, поэтому рассмотрим всё по порядку. Новый режим Истребители Демонов, в котором есть Выжившие, которым нужно собирать оружие, патроны, деньги и броню. А также есть Демоны, которым нужно этих Выживших убить, чтобы пополнить свои ряды. Выжившие могут купить дротик с антидотом, чтобы вернуть игрока со стороны Демонов обратно. Также за деньги можно купить набор пластин или патронов. Свой комплект с заранее собранными пушками, миниган, атомный взрыв, чтобы закончить катку. А также адреналин, который восполнит здоровье игроку, увеличит скорость бега и высоту прыжка. Также добавили М4 со множеством уникальных обвесов, которые позволяют сделать из неё пистолет-пулемёт, точную снайперку или даже дробовик. Обзор на самые интересные сборки будет в следующих роликах, поэтому подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Анимация М4 выглядит следующим образом. Также добавили новое холодное оружие когти. Нам ещё их несколько месяцев назад тизерили. Мне они не очень сильно зашли, но в целом я их уже прокачал. Добавили новую карту Карибы. Напоминает городской район с множеством домов и магазинов. А в центре карты стоит башня с возможностью забраться на крышу. А также добавили ночную версию карты, на которой происходит режим истребления демона. Новый набор Росомахи, который включает в себя персонажа, напоминающего скин Гринча из МВ-19 года. У него чёрная раскраска с жёлтыми вставками, а также имеется рога и маска с черепом, в которой виднеются ярко-жёлтые глаза. В наборе имеются три скина на М4, скин на коллаж, дигл, метательный стилет, когти Росомахи и его собственные чёрные наручные бусы. Добавили новые мастерские камуфляжи. Теперь можно сделать полностью золотую или платиновую пушку. Я припарковался, родной ежи. Но для этого нужно выполнить все предыдущие камуфляжи. Мне кажется, разработчикам стоит немного облегчить получение обычных камуфляжей на оружие. А также уникальные скины, которые можно получить, играя в режим истребления демонов. Фиолетовый за убийство демонов с определённого оружия, а красный за убийство выживших при игре за демона. Причём заработанный камуфляж можно поставить на абсолютно любое оружие. Старые наборы получили расширение. Набор с черепом получил новую АВМ, М4, скин на когти и уникальный браслет. Форсаж получил свои собственные часы, а Алиса Рысь также получила скин на когти в красно-белой расцветке. Также самому персонажу череп обновили модель рук. Теперь он выглядит так, как должен был выглядеть изначально. Как говорится, спасибо разрабам, и два года не прошло. Или прошло? Гениально! По заявлениям разработчиков была добавлена первая итерация античита. Теперь в катках вы не встретите летающих игроков, а также умников, которые прокачивали оружие и камуфляжи через софт. Также добавили настройку поля зрения для рук и мира отдельно. Теперь можно подобрать всё под себя. Линза и свободная камера также настраиваются для всех лиг, а не только для хардкорной. Да и в самой хардкорной лиге увеличили скорость передвижения. Это были все новости обновления. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там вы найдёте сливы следующих обновлений, сборки на оружие, советы по прокачке и отзывчивая комьюнити. А также в будущем будут проводиться розыгрыши и турниры. Спасибо за то, что посмотрели этот ролик до конца. Если понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. А новый ролик уже совсем скоро, не пропустите.